Ну а что в Европе? Столица Старого Света на глазах меняет свой культурный облик. Могли ли знать короли Франции, похороненные в аббатстве Сен-Дени под Парижем, в каком окружении им придется лежать сегодня? У неузнаваемой Франции наш специальный корреспондент Парижа Ольга Скобеева. Два раза в неделю, в четверг и в субботу, здесь запрещают говорить по-французски, только арабский, в частную школу. Для мусульман запись на год вперед. Каждый день в расписании первым уроком Коран, 114 сур священной книги, истинный мусульманин Хафиз должен выучить наизусть. На стене рисунок Аиши. Ни мать, ни отец, ни друзья. Аллах в твоей жизни номер один. С двух лет девочка из Марокко, и все ее восемь сестер носят чедру в семье Аиши. И не пытались учить французский. Нужно просто сказать бессмеле. Перед едой, перед сном, перед молитвой. Так должен делать правоверный мусульманин, даже если он живет во Франции. Появляться в школе в джельбабах, больших бесформенных накидках, закрывающих все тело, кроме лица, французский закон запрещает. Но в этой школе светский закон не писан. Светский, в переводе с арабского, антирелигиозный. Я уважаю свою религию, поэтому я ношу чедру. А если Франция против, то пусть запрещает француженкам. Запрещать мне может только Аллах. В прошлом году в Париже уже закрыли три подпольные мусульманские школы. И в школах приняли меры. Ни в интернете, ни в городском справочнике исламские адреса теперь не найти. Формально школы не существуют. Мы учим наших детей тому, что они в первую очередь мусульмане. Именно мусульмане и важно жить по законам Аллаха, потому что только Аллах истина. Не останавливайся и не бойся ничего, кроме Аллаха. Такое завещание нам оставили в Коране. На улице Курон действительно ничего не боятся. Самое крупное мусульманское гетто в Париже. Мусульмане, которые живут в гетто со своим законом. 11, 18 и 20 муниципальные округа – это халяльное мясо на рынке. Богатый выбор правоверной одежды со скидками. Каждая вторая здесь ходит в бурки. И пять раз в день призыв Мудзина. В районе Бельвиль не мусульман практически не осталось. Я и мои дети уже подвергались не раз нападения со стороны буквально подростков маленьких. Я уже не знаю, кто они, мусульмане или нет, но, тем не менее, действительно опасно. Сколько их точно, никто не знает. Как минимум 10% жителей Франции совершают намаз от 6 до 8 миллионов. И это рекорд для Европы. 200 тысяч человек в год сюда приезжают легально. Еще 200 границу пересекают без документов. Вдумайтесь, мы штампуем французов. Мы раздаем французские паспорта направо и налево, не задумываясь, хочет ли этот человек стать французом, способен ли он им стать. Такими темпами мы станем мусульманской страной. Если вы не хотите, чтобы Франция закрыла свое лицо вуалью, мы должны остановить поток мигрантов, официально запретить въезд. 43% приехавших никогда не пытались работать. 19% живут за чертой бедности прямо на улице, в картонных коробках. Нет работы, нет ничего в городе, в Париже не до вас ничего не работает. Импровизированный город бездомных прямо под окнами бенедиктинского аббатства. 25 французских королей, 10 королев и 84 принца. Теперь этот пригород Парижа самый бедный и криминальный. Круглые сутки здесь топят буржуйки. Полторы тысячи человек, беженцы и попрошайки. В 9 километрах от Елисейских полей не считают нужным говорить по-французски. Мумане? Цыгане? Цыгане. Каждый пятый и здесь мусульманин в демографической гонке. Ислам уже давно победил Европу. На семью этнических французов в среднем приходится один ребенок. На мусульманскую пять. Если так пойдет дальше, социологи уже посчитали, через 23 года пятая республика может действительно стать мусульманской. Законодательный запрет. Не молиться на улице, не выполняют. И французам пришлось смириться. Во Франции 2200 мечетей, которые занимают площадь в 300 тысяч квадратных метров. Согласно исследованиям французского исламского совета, каждому правоверному для совершения обряда нужен как минимум один квадратный метр. То есть количество мечетей нужно удвоить. Ольга Скобеева и Евгений Полойко. Вести недели. Француз.